Привет, друзья! Меня зовут Саша Вихарева и мы на канале Фима ТВ. В этом видео я покажу, как сделать вот такие серки с бахромой из полимерной глины с эффектом кожи. Для работы нам понадобится два оттенка полимерной глины с эффектом кожи, зеленый и шоколадный. Для начала глину необходимо тщательно размять. И раскатать в пласт. Я буду раскатывать на пастомашине. Толщина пласта 1-2 мм. Прокатать лучше два раза, чтобы поверхность была более ровная. И затем пласт немножко растянуть, для того, чтобы проявился эффект кожи. Затем пласт мы кладем на кусочек картона. Я предпочитаю здесь работать не на стекле, а на картоне, чтобы на обратной стороне глины не осталось глянцевого эффекта от стекла. И теперь мы вырезаем два одинаковых ровных прямоугольника при помощи очень острого лезвия. Глины с эффектом кожи нужно резать очень аккуратно, потому что остаются ворсистые края. Но их мы будем еще подрезать, поэтому не переживайте, если не получилось сразу сделать ровный срез. Длина моих прямоугольников 6,5 см, ширина 2 см. Теперь раскатаем коричневую полимерную глину тоже на пастомашине. Делаю пласт еще тоньше, чем зеленый и вырезаю из этого коричневого пласта узоры. Сначала срезаю два уголочка и затем эти уголочки обрезаю по периметру на ширину примерно 4 мм. Должна получиться вот такая галочка и треугольничек. Чтобы зафиксировать этот узор, нам понадобится фимогель. Небольшое количество фимогеля кисточкой наношу на верхнюю часть зеленых прямоугольников. Очень тонким слоем, чтобы фимогель после запекания не блестел. И теперь укладываем наш орнамент. Сначала сверху на каждый прямоугольник кладем треугольничек и срезаем осторожно лишнее. Музыка 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 Музыку Музыка И тоже срезаем лишнее. В верхней части в серединке с отступом примерно 2 мм делаем отверстие при помощи зубочистки для того, чтобы вставить в него колечко. И отправляем наши заготовки в духовку на 20 минут при температуре 130 градусов. После запекания при помощи острых маникюрных ножниц подрезаем неровности и края. Выравниваем форму. Продолжение следует... И также при помощи ножниц нарезаем бахрому по краю. Ширина полосок бахромы у меня примерно 3-4 мм, но вы можете сделать их помельче или покрупнее. Ширина полосок бахромы у меня примерно 3-4 мм, но вы можете сделать их помельче. Продолжение следует... мне захотелось сделать еще имитацию заклепочек золотистых это можно было сделать еще до первого запекания или уже после запекания как в моем случае из золотистой полимерной глины я сделала две маленьких лепешечки и затонировала их золотистой пудрой зубочисткой наносим верхнюю часть сережек fimo гель и аккуратно приклеиваем клепочки и такой же декор еще захотелось сделать в нижней часть я сделала шарики поменьше и также оформила их золотистой пудрой приклеиваем обязательно на fimo гели снова отправляем в духовку еще на 15 минут можно при температуре 120 градусов и уже после запекания крепим фурнитуру я взяла бронзовые колечки и швензы плоскогубцами раздвигаю колечко вдеваю его в проделанное заранее зубочисткой отверстия надеваю швензу и закрываю колечком то же самое делаем со второй сережкой получились очень стильные легкие серьги я надеюсь мне мастер-класс был вам полезен. Желаю приятного творчества и до новых встреч. Пока!